добрый день пожалуйста напишите насколько хорошо видно и слышно у нас есть возможность в чате размещать информацию я буду задавать вопросы и попрошу на них писать ответы в чате так пожалуйста напишите плюсики если все хорошо видно и слышно и так несколько слов о том что сегодня нас ждет какие мы сегодня с вами рассмотрим основные вопросы на чем так скажем мы становимся более подробно и вообще для кого этот вебинар спасибо да варюша написала спасибо алексей и этот вебинар в основном предназначен для студентов которые готовятся к тому чтобы пойти куда-то на работу представить себя в лучшем виде и конечно найти эту работу который действительно нравится работу которая действительно подходит и это работа которая вам нравится она должна так скажем удовлетворять не только вашим требованиям не только с вашей стороны но и со стороны работодателя работодатель смотрит на вас смотрит на студентов и тоже принимает свое какое-то определенное решение одновременно и на наш вебинар мы приглашаем педагогов мы приглашаем представители служб трудоустройства от университетов для того чтобы они тоже понимали как правильно создавать портфолио каким образом представлять компетенции знания навыки умения студентов в портфолио и как помочь студентам найти свою работу сегодня я хотела бы рассказать о том как правильно презентовать себя о чем не стоит забывать и о чем 100 на что стоит обратить особенное внимание прежде всего мы с вами подумаем на тем какие есть претензии у работодатели к студентам и выпускникам вуза почему я говорю к студентам потому что очень часто работу ищет уже студенты и по данным служб трудоустройства порядка 70 80 процентов студентов уже работают к окончанию вуза наша с вами задача как студентов и нас как педагогов помочь вам создать такое портфолио которое позволит найти действительно ту работу которую вы заслуживаете мне хотелось бы рассказать о том как правильно презентовать себя и свои успехи и какие ваши качества будут интересны работодателям в процессе трудоустройства и на самом деле задать вопрос а стоит ли думать о завтра если сегодня вы учитесь все хорошо и как-то особо голова не болит о том что будет через год два или три но ответ как бы у обычного студента такой что как все самой само собой сложится на самом деле конечно нет и безусловно каждый студент каждый выпускник который учится которому рассказывать что преподаватели о том что ему дают замечательные знания у нее замечательной педагоги он учится в самом лучшем вузе и это так говорят во всех вузах это совершенно нормально абсолютно правильно но вот мнение о себе со стороны студентов и мнение о студентах со стороны работодателя они разные студент конечно считает что он такой молодой перспективный вся жизнь впереди у него свежий взгляд не замылены сейчас пришел быстренько тут все поменял у них тут все устарело покрылась пылью плесенью и вообще я сейчас вам тут на виду полный порядок но это нормально все так думают конечно вы только что закончили вуз и вам только что ваши головы вложили совершенно свежие знания новые совершенно современные инновационные то что не знают окружающие это ваш плюс однозначно и это тот плюс о котором стоит помнить но решает все таки вопрос вашего трудоустройства именно работодатель давайте подумаем что думает работодатель о том студенте который пришел к нему устраиваться или о выпускнике который заранее ищет работу сначала практику может быть на стажировку устраивается а потом уже работодатель смотрит принимать или не принимать этого человека вот у меня к вам вопрос пока я не открыла следующий слайд скажите пожалуйста что с вашей точки зрения думает работодатель по поводу того молодого креативного энергичного и только что окончившего или еще учащегося в вузе студента который пришел к нему устраиваться на работу давайте ваше мнение а потом напишите пожалуйста его и потом я расскажу о мнениях работодателей и сразу пока вы пишете сделаю такое небольшое отступление дело в том что наши стартап которые в свое время несколько лет назад я придумала еще работая в должности проектора по информатизации одного технического вуза айтишного и мы подали как стартап сразу несколько акселераторов и прошли к нашим изумлением потому что до этого мы подавали конкурс там примерно 600 заявок на 20 мест и собственно говоря вот в рамках этого одного из акселераторов один был фонде развития интернета инициатив этой оси а второй конкурс акселераторов мы выиграли в сколково на острове год назад и собственно говоря там тоже прошли обучение вот в рамках этого обучения у нас было задание от наших трекеров провести анкетирование работодателей и честно говоря мы провели порядка 60 интервью с работодателями и собственно говоря какие-то основные мысли я хотел бы вам рассказать о том что думает на самом деле работодатели так анастасия молодой глупый опытные неопытен выскочка больше говорит так нет опыта работы нет наработок проблема ходячий рахат но вы очень самокритичны так возможны варианты продвижения которые выдвигает тот кто заявляется на работу на спасибо варюш но и еще хотел добавить что сейчас я тоже работаю над большим проектом такого задания в рамках проекта национального кадра для цифровой экономики в рамках этого задания мы тоже опрашиваем работодателей но если раньше мы опрашивали разных работодателей я сейчас вам обязательно расскажу как это все выглядело и сейчас но буквально в течение последнего месяца мы проводили опросы чаров уже таких крупных компаний но это год задание поэтому у нас был так скажем на них выход это росатом роскосмос росгидра там ну и так далее то есть такие самые крупные корпорации и мы с ними как раз обсуждали их требования к выпускникам и что они хотели бы в них видеть и чему они хотели бы дальше научить и я об этом тоже обязательно расскажу так спасибо чаще проявляет предлагает новый день нет опыта нет наработок инициатива да совершенно верно и так мы когда опросили вот год назад порядка 60 работодателей мы пришли к выводу что существует три варианта работодателей и когда вы ищете работу вы должны четко понимать куда вы идете и старайтесь больше расспрашивать работодатели не только говорить самим и это кстати на это очень хорошо реагирует потому что видно что человек заинтересован так вот мы выделили три типа первый тип это работодатели как правило такие крупные айтишной компании они очень требовательны к выпускникам но именно к их уровню интеллекта и нас просили провести тестирование уровня интеллекта прежде чем они вообще начнут дальше разговаривать с этим выпускником но это крутые эти компании которые там сразу предлагают буквально уже на в первый месяц работы пока так скажем человека показывает себя там как всегда три месяца такой пробный вариант они принимают они минимум сто тысяч это вот у них как бы минимальная оплата может быть после собеседования или так скажем попал после того как вы выполните их и задание они еще могут повысить зарплату и кстати это вакансии открыты и они постоянно как бы на спрашивают они найдете ли вы нам еще кого-то так что если есть такие желающие я в конце сообщу электронный адрес можно будет написать моего стараемся помочь и так это вот работодатели которые ищут звезд то есть их остальные вообще не интересует и им нужны эти звезды потому что допустим вот мы беседовали с одной из крупных айтишных компаний они говорят нам неважно что он знает питон знает или он веб-дизайнер или еще что-то у нас говорит много заказов и нам нужны любые направления поэтому мы готовы принять но мы готовы принять только звезд это первый вариант второй вариант это те работодатели неважно какая большая маленькая фирма но работодатели которые такие мы их назвали работодатели тире родители то есть те которые принимают выпускника в свои руки конечно они стараются беседовать они стараются взять человека лояльного который бы хотел именно у них работать для этого надо естественно заранее посмотреть куда вы идете и они готовы вас обучать его представить вам наставника и самое главное для них это взять человека который а будет обучаться потому что понятно на каждом рабочем месте нужно осваивать какой-то новый функционал и это нормально с одной стороны а с другой стороны человек который будет любить свою работу вот эти работодатели тире родители они может быть не так пристрастно смотрят на оценки вашем дипломе они больше смотрят на вас их интересуют ваши личностные навыки и третий вид работодателей это те работодатели которых интересует какой-то узкий узкий спектр компетенций но например сбербанк набирает постоянно молодых ребят которые на входе сбербанк встречают улыбаются говорят здравствуйте чем вам помочь давайте мы вас туда проводим пройдите сюда то есть такие вот эмоциональные улыбчивые приятные и их вообще не интересует какие у вас там особо оценки но желательно конечно иметь высшее образование для того чтобы хотя бы вести разговор и уметь общаться они не смотрят на ваш опыт они наоборот стараются брать людей без опыта и мы назвали вот таких работодателей как бы ну такими текучими то есть сегодня они одни их набрали человек побегал чего-то нахватался но молодым человек хочется расти а там извините год ты встречаешь два улыбаешься три кого-то проводишь ну на четвертый год человек говорит так еще чуть-чуть хочу молодежь сейчас такая очень активная хочет каких-то переменные интересы и так далее вот три вида работодатели и когда вы идете на собеседование когда вы выбираете себе место работы или получаете предложение вы подумайте какому из видов типов работодателей вы идете на собеседование дальше мы с вами давайте посмотрим что же думает работодатель еще так мы так скажем более конкретно от них собрали мы такую большую таблицу сделали и самые такие часто встречающиеся слова выписали первое на что они жалуются это конечно оторванность от практики но извините вы же не можете быть так скажем практика ориентированными на все там 125 тысяч компаний которые существуют поэтому допустим вот эта претензия сейчас когда мы проводили в крупных корпорациях интервьюирование они к этому очень лояльно относятся они говорят так мы их научим практика в их научим очень обижает работодатель особенно от 2 3 до самых высоких так скажем требований они говорят что у многих нет нацеленности на профессиональное развитие человек не хочет развиваться такие люди и мне интересны почему потому что любой работодатель когда берет человека он понимает что жизнь очень быстро меняет сегодня одни требуют завтра другие послезавтра третье и человек должен все время как губка впитывать себя новые знания если у него нет этой нацеленности а это не сразу проявляется то конечно такие люди не особенно им интересны очень так скажем трепетно работодатели относятся к дефициту навыков общения молодежь привыкший общаться в основном своей среде ну и максимум с родителями до которых там слушает норово учения от них они не умеют общаться в разновозрастной и профессиональной среде это отдельный язык общения это отдельные принципы общения это соблюдение субординации это необходимость задавать какие-то вопросы так далее так далее ну и конечно вот правильно совершенно ребята тут отметили очень сильно завышенная самооценка и зачастую ребята не умеют использовать свои знания которые они получили в в решении практических задач не умеют обращаться современным оборудованием которое допустим если это производство установлено на производстве и не всегда знают современное программное обеспечение вот хочется подчеркнуть что одним из ваших серьезнейших преимуществ которые нужно обязательно выделять помимо молодости инициативности стремление что-то сделать доказать поставить себя это конечно цифровые навыки вы должны понимать что цифровые навыки это ваше серьезнейшее преимущество пожалуйста обращайте на это внимание и демонстрируйте свои цифровые навыки при приеме на работу еще какие важные претензии это конечно претензии связанные с психологической неподготовленности к реалиям производства или бизнеса то есть это жесткий дедлайн на регламентация ответственность дали задание ты обязан помнить о нем ты обязан выполнять это задание четко ясно вопросы подошел не стесняемся и конечно претензия в неумении презентовать себя ну это как бы нормальное на самом деле явление молодой человек ну это нормально если он стесняется если он не умеет как-то бойко так скажем о себе рассказывать но работодатели считают что это недостаток поэтому когда вы устраиваетесь на работу пожалуйста такой психологический тренинг что я иду я должен показать себя с лучшей стороны они такой там трясущийся волос я к вам пришел я наверное ничего не знаю вот так нельзя ну и конечно не умение руководить отсутствие лидерских качеств у многих умение не умение так скажем выстроить работу коллектива а если вы приходите условно говоря на производство мы провели опрос нескольких директоров таких крупных предприятий они говорят что мы берем человека он должен уметь руководить рабочими будут точно подчиненные а он не умеет это делать он стесняется ну и конечно не все понимают что существует такое понятие как корпоративная культура навыки общения с вот разновозрастными людьми нормы поведения в конкретной бизнес-среде и вот здесь навряд ли эти навыки появятся одномоментно конечно нужно себя морально к этому готовить прочитать соответствующие книжки и безусловно на это нужно обращать внимание во время работы вот здесь какой-то пофигистский подход совершенно не подходит так надо настроиться сразу поставить цели забудет написать обязательно вот варюша совершенно верно пишет что нужно обязательно перед собой держать такую маленькую памятку для того чтобы ничего не забыть ну и потом когда вы приходите условно говоря с ежедневником даст какой с каким-то с тетрадочкой красиво не какой-то там замусоленный да безусловно то это тоже производит хорошее впечатление то есть работодатель ведь что пришел человек серьезные организованные и как-то готов настроиться на серьезную работу ну и еще на что хотелось бы обратить внимание требования к знаниям умениям и навыкам они делятся на несколько категорий это у нас со hard skills soft skills айкил и digital skills здесь к сожалению второе третье они одинаковые сейчас объясню и так hard skills кто знает что такое hard skills сейчас это очень такое распространенное особенно в таких инновационных предприятиях понятия когда не приходишь они говорят так покажите продемонстрируйте ваши hard skills ну вот hard skills это на самом деле такой набор ваших профессиональных умений и знаний и навыков то есть то что в вашу голову вложили в процессе обучения поэтому здесь конечно нужно помнить что вы изучали ну допустим если технари я сама технарь это уже много лет и преподавал в техническом вузе и потом педагогическом и здесь они смотрят конечно какое направление подготовки вы закончили что у вас написано в дипломе и очень многие работодатели особенно которые те которые так скажем выбирают из нескольких кандидатур они очень внимательно рассматривают ваше портфолио что вы делали какие курсовые где проходили практику с чем связана ваша дипломная работа и так далее по определенному да спасибо soft skills soft skills это на самом деле новый тренд о котором знают не многие soft skills это универсальные навыки навыки которые еще называют гибкими мягкими над предметными и я обязательно сейчас о них расскажу поподробнее что туда включается и как их продемонстрировать самое главное акилл интеллектуальный уровень некоторые как я говорила готовы давать вам тесты на акилл для того чтобы понять что человек который к ним пришел все таки не глупые скажем так ну и ваше серьезнейшее преимущество это digital skills дети цифровой эпохи они по-другому у них мозги настроены вы быстро улавливаете эти программы вы быстро новые мессенджеры осваиваете социальные сети вы умеете в них общаться у вас совершенно другой уровень вы так скажем аборигены цифровые а приходите на работу к цифровым иммигрантам то есть те которые родились до цифровую эпоху и это ваше преимущество пожалуйста воспользуйтесь и обязательно учите как следует все те цифровые инструменты и сервисы которые вам дают вузе и старайтесь осваивать дополнительные инструменты потому что это очень сильно востребовано и так если говорить о том что сейчас к чему готовится работодатели я бы говорил что сейчас тоже часто в большом госзадании вот в рамках кадра для цифровой экономики сейчас сейчас в январе двадцатого года появился вот такой вот приказ министерства экономики минэкономразвития и там они выделили такие важные компетенции которые сейчас начинают называется вдолбливать в голову не только работникам системы образования но и работодателям это коммуникация и кооперация в цифровой среде саморазвитие в условиях неопределенности вот это супер важное качество на которое многие обращают внимание это креативное мышление то есть умение мыслить не стандарта не стандартно генерировать новые идеи отойти от рутины от традиций посмотреть сверху или предложить то решение которым никто кроме вас и не смог бы догадаться это умение управлять информацией и данными искать информацию структурировать ее представлять нужном виде понимать о том что существует специальные законы о защите персональных данных умение безопасно использовать информацию и отправлять ее хранить ее как-то генерировать и так далее ну и конечно критическое мышление в цифровой среде потому что в этом огромном потоке информации в этом белом шуме нужно уметь выбрать те материалы те данные ту информацию которая действительно вам потребуется они собирать все подряд что как говорится попалась в поиске вот здесь действительно вот эти навыки они очень важны и они сейчас все больше и больше востребованы вот все как человек так скажем которым много лет работает с госзаданиями госконтрактами я хочу сказать что когда вот это все появляется и обычно все думают боже какая ерунда когда это все придет все очень быстро приходит и наша система управления у них специальники есть так скажем дедлайны вот они это выпустили теперь план теперь программу теперь сделать то а потом обратная связь вы должны вот этим всем владеть поэтому обратите внимание на ключевые компетенции цифровой экономики дальше как же быть и как правильно действовать в этой ситуации как презентовать себя верно сейчас во всех вузах без исключения собирается портфолио студента напишите мне пожалуйста плюсик если вы ведете свою портфолио и еще один плюсик если вы получаете от этого удовольствие и понимать еще один плюсик если вы понимаете зачем это надо и так ведете получаете удовольствие то есть вам приятно это делать и третий плюсик если вы понимаете если там плюс-минус-минус и так далее пожалуйста напишите мне ваше отношение к вообще в целом к портфолио так диана да спасибо так только диана получает и удовольствие и ведет спасибо остальные как-то стеснется спасибо спасибо ну вот я бы хотела несколько слов рассказать о том что такое портфолио как она ведется и сразу могу должна наверное предупредить что вот эти знания они взялись да спасибо какие плюсы первый плюс это вы идете второе вам доставляет удовольствие вести это портфолио и третий плюс если вы понимаете зачем вы вообще это делаете смысл ведения этого портфолио то есть можно вести можно так скажем радоваться но смысл как бы не видеть впереди вот технологию портфолио я на самом деле начала изучать очень подробно наверное в лет двадцать назад страшно сказать я примерно раз 15 было на стажировках больше 15 только на великобритании было в италии и в германии честно говоря меня так еще наверное лет 15 назад безумно потрясло отношение к портфолио к тому как они убережно собирают в системе образования и к тому какое огромное влияние имеет портфолио при трудоустройстве и мы начали изучать этот вопрос у меня был грант российского гуманитарного научного фонда как раз мы изучали отечественный зарубежный опыт практику теорию методику и как раз это касалось портфолио студенты портфолио преподавателя много зарубежного опыта конечно у меня есть у меня есть целый монографии по этому поводу и сразу хочу сказать что за рубежом они все-таки всегда идут немножко впереди интерес к портфолио очень высокий там есть огромное количество порталов на которых ведется портфолио порталов которые используются при трудоустройстве при карьерном профессиональном росте и я немножко об этом буду говорить на дам вам примеры некоторые потому что их очень много мы действительно много изучали я сама лично ходила разговаривала с разработчиками некоторых платформ была возможность вот в лондоне проходит ежегодная выставка bet называется это посвящена информационным технологиям образования там собственно говоря представляли такие инструменты я это видела и в какой-то момент как раз когда я работала проектором по информатизации я пришла к выводу что это нужно обязательно внедрить в нашем айтишном вузе обошла много айтишных компаний люди как-то на меня с таким мягко говоря изумлением смотрели спрашивали что это зачем это но пока мы подумаем в общем в итоге мы сделали сами свой портал я о нем чуть позже расскажу но я бы хотел рассказать о всех порталах чтобы у вас было представление возможность выбора и так портфолио это возможно систематизировать информацию о себе своих успехах достижениях и если это педагоги это достижение своих учеников затем необходимо выбрать инструмент для размещения портфолио если вас устраивает тот инструмент который предлагается в вашем вузе и он предпа возволит вам ввести портфолио потом всю оставшуюся жизнь но в 99 случаев когда в вузах закрывают портфолио после окончания поэтому нужно озаботиться о выборе того портала который не закроется затем нужно подумать в каком формате вы будете представлять данные фото видео анимации презентации видео резюме видео презентации себя своих успехов и конечно нужно уметь делать акцент на преимуществах но прежде чем сделать акцент на преимуществах нужно посмотреть куда вы хотите устроиться что вас и вам интересно и соответственно зависимости от этого собрать информацию о себе дальше необходимо продумать план продвижения себя и своего бренда нет ни для кого не секрет я думаю для вас тоже о том что все без исключения работодатели при приеме вас на работу мониторят социальные сети научитесь использовать возможности социальных сетей для создания своего позитивного бренда не размещайте там фотографии с пивом с бокалом вина в руке ну и какие-то такие дурачества которые нормальны для студента еще раз подчеркну абсолютно нормальны но которые работодателями все равно будут восприниматься крайне негативно ну и конечно план продвижения бренда в офлайн может быть как участие в каких-то мероприятиях конференциях круглых столах онлайн семинарах или живых семинарах я думаю когда-нибудь они все-таки будут поэтому здесь тоже подумайте где бы вы могли бы побывать чтобы там представить себя вступить в дискуссию и может быть найти того работодателя которого вы лично заинтересуете итак по пунктам на что такое портфолио если говорить в целом по определению это в переводе с английского папка с документами на самом деле понять существует тоже много веков и наверное начало был где-то в эпоху возрождения когда в италии мастера там всевозможные архитекторы дизайнеры приходили богатые дома приносили с собой папочки в которых было написано и расписано что они сделали до этого сейчас как правило портфолио это все-таки такой способ накоплений самых разных достижений ваших образовательных профессиональных личностных творческих спортивных и так далее и здесь важно понять как собрать эти достижения чтобы выглядеть в самом лучшем виде перед работодателями и так давайте подумаем в чем отличие между обычным резюме и портфолио особенно в веб-портфолио то есть то портфолио которое расположено на веб-ресурсе и это тот ресурс которому есть доступ у любого работодателя в любое время с компьютера с телефона он может посмотреть ваши достижения успехи и соответственно сделать вывод о том стоит ли вас принимать на работу ну вот мне будет очень интересно ваше мнение если вы напишите как вы видите разницу между резюме и портфолио но я буду свое мнение рассказ мне безумно интересно что вы скажете по этому поводу но на самом деле когда мы стали анализировать резюме студентов на хэндхантере и собственно говоря читать аналь аналитику хэндхантера и других там супер джоб работа ру первое что бросается в глаза это то что студенты как правило стараются не размещать свое резюме на хэндхантере и других сервисах для поиска работы и связано это прежде всего с тем что они считают что им не о чем рассказать резюме кратко написано родился женился закончил все если нигде не работал то все пустое и собственно говоря работодатель смотрел ну да родился женился закончил и и поэтому собственно говоря министерство образования в четырнадцатом году приняло решение о том что все студенты должны вести цифровое портфолио по типу самооценки но такой да очень краткой да там есть умею то то готов к тому то да да но очень кратко и мы когда разговаривали с работодателями мы пытались понять вообще вот как это все у них происходит такие крупные фирмы мы пришли вообще честно говоря в ужас от того как они бедные ищут студентов первый работодатель которого были очень высокие требования и когда мы начали интервью он сказал мы спросили а вы берете студентов на работу он говорит нет ни за что на свете мы оторопели думаю но как-то нам хочется дальше узнать мы говорим да правильно ли напишет мы говорим ну как же так он будет ночью я буду брать кота в мешке я не знаю кого я беру я уж лучше возьму с каким-то опытом в игре а если вы не кота в мешке вот берете если вы узнаете что-то об этом человеке вот чтобы вы хотели узнать о нем и тут очень многие задумались а действительно чтобы он хотел узнать и он говорит да ну задумался мы естественно там подготовили список говорим ну вот может быть вас интересует выписка из диплома ну нет практически направление которое он закончил до интересует понятно что если он берет айтишника администратора портала то человека с дипломом медсестры как-то мягко говоря он конечно брать не будет ну и дальше он начинает нам рассказывать что он делает это вообще ужас ужасный он говорит мы обычно наши чар для того чтобы закрыть одно место просматривает минимум 100 резюме на работных сайтах минимум 100 писать какой-то гигантский труд из этих 100 остаются человек 20-30 которым мы пишем и задаем вопросы из них отвечают на вопросы вообще отвечают максимум 78 человек затем из 7-8 мы начать их на онлайн собеседование задаем вопросы остается максимум три человека из 103 и одного или трех человек мы берем на испытательный срок на три месяца и через три месяца решаем оставляем его или нет и того месяц они этих 100 анкет изучает затем три месяца испытательный срок через четыре месяца они говорят мне не подходит нам от человека был моча начиная сначала ну то есть на самом деле вот вы просто тоже должны понимать что работодатель находится в очень неприятной ситуации да да вот правильно диана пишет тех и так значит в портфолио это ваша цифровая визитная карточка хранилище ваших цифровых следов и артефактов артефакты это все что вы сделали это курсовые работы дипломные может быть удачные контрольные работы это результаты прохождения вами практики где-то это возможность самопрезентации и саморекламы если вы размещаете эту информацию в социальных сетях сервисах вы можете рассылать работодателям ссылки на ваше портфолио и это конечно доказательство и профессионального уровня и личностных качеств и подтверждение ряда ваших компетенций в том числе цифровых компетенций поэтому сейчас собственно говоря большая часть вузов переходит вот к этому понятию но пока еще не все вузы перешли и так вузе вы ведете это ваша тоже карточка это систематизация информация вас это возможности оценить ваши работы достижения еще один очень важный момент могут как-то мало о нем думают в зарубежной практике так как мы перечитали очень много всяких статей монографии конечно портфолио это возможность для самооценки так называемой рефлексии еще есть такой страшный слов не пугайтесь она на самом деле очень простое помимо рефлексии еще есть такое слово как антиципация психологии ну это еще проще чем рефлексия рефлексия самооценка антиципации это построение планов на будущее исходя из самооценки вот сейчас у меня есть то 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 это я умею я понимаю что у меня не хватает того 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 и того вот когда я начинаю думать о том чего не хватает это уже называется таким вот смешным словом антиципации и так это конечно мотивация когда вы посмотрели у этого есть у этого есть а у меня нет так я это тоже сделаю это такой стимул для развития ну и после окончания вуза вашу портфолио который вы аккуратно собирали складировали собрали там условно говоря огромное количество информации это тоже ваша карточка это самопрезентация доказательства уровня это тоже стимул к развитию сама реализации и это конечно возможность для трудоустройства и уже пошло дальше профессионального карьерного роста сейчас когда в вузах выпускники вузов уже фактически два года все до одного выходят с портфолио но там разное качество портфолио конечно в разных вузах но безусловно вот это понятие портфолио оно становится очень важным и входит уже в профессиональную жизнь не только педагогов педагогов сейчас обязательно практически все ведут портфолио но и не только творческих специальностей айти специалисты ведут портфолио вообще фактически все сейчас начинают об этом задумываться потому что рынок труда требует самопрезентации очень выборочные очень ревниво относятся к вашим знаниям умениям навыкам поэтому после окончания вуза портфолио тоже стоит вести и так выбор платформы платформы для ведения портфолио должна позволять искать работу если вы учитесь и дальше продолжаете учиться значит там на ней можно чтобы было обучаться взаимодействовать и тут же результаты все собирать вести конечно портфолио само собой и безусловно это новый способ для самопрезентации саморекламы и так какие платформы можно выбрать существует несколько вариантов честно вам скажу мы провели анализ несколько десятков платформ но я здесь представил такие самые интересные нот из зарубежных это вот эти англоязычные платформы особенно беханс что здесь еще дрибли очень востребованная платформа в бланксер это для в основном айтишников портфолио с фрэнс и так далее есть русскоязычные платформы но в основном они все ориентированные на фото фото видео размещается и собственно говоря как-то там мало предусмотрена обратная связь комментарии обратная связь очень важно то есть вы представили свою работу и здесь же допустим преподаватели сказали какой он замечательный как он правильно делал как он все вовремя сдавал насколько он глубоко изучил вопрос представляете это для работодателя это же кладезь есть и зарубежные порталы вот для ведения портфолио мы изучали мой фолио фолио фами и несколько других порталов которые созданы как раз на базе платформ для ведения портфолио ну вот допустим вот это слева если посмотреть беханс там уже ну по-моему был последний раз где-то по 30 миллионов зарегистрированных пользователей то есть очень такая серьезная платформа линкины на на не для портфолио но там в том числе люди рассказывают о себе ищут работу кстати говоря есть несколько сервисов которых выбер который выбирает студенты потому что они не знают что делать а тут как бы об есть викс есть портфолио с портфолио пн портфолио бокса и так далее вот мне очень нравится платформа вот она сам последняя здесь балл лампочка да и это классная платформа американской ну они все англоязычные вот эти платформы конечно если ваш работодатель знает английский то там можно размещать если нет то мягко говоря он вообще юмора не поймется какой статьи вы разместили на англоязычном сайте сейчас я расскажу да спасибо значит какие еще есть и есть конечно сервисы для поиска работы и размещения резюме headhunter jobs работа ру и так далее ну и конечно есть несколько сервисов для поиска молодых специалистов в том числе на хэндхантере там есть немножко но там когда вот мы стали так скажем работать в этом направлении ну не знаю насколько это точные сведения нам сказали что на хэндхантер порядка 30 тысяч только резюме студентов поэтому действительно очень мало там можно размещать сканы ваших документов какие-то грамоты благодарности но в общем как-то это все не особенно впечатляет работодатели ну и вот сервисы для поиска работы и поддержки выпускников есть несколько сервисов они менее раскрученные но тоже в принципе можно ими воспользоваться вообще надо пользоваться несколькими сервисами но представьте сейчас я вам скажу допустим у нас есть социальные сети и социальные сервисы вконтакте фейсбуке тик ток пентаграмм пинтерест вы должны пользоваться только допустим вконтакте но это смешно вас вконтакте одна зона так скажем интересов фейсбуке другая так далее так тик ток вообще сейчас такой взрывообразный интерес среди молодежи instagram тоже пользуется очень серьезным спросом поэтому и здесь также не надо зацикливаться на одном для поиска работы и размещения информации о себе а надо все-таки нескольких сервисах заводить свои аккаунты безусловно и это как бы такого до пассива везде позволит вам действительно найти работу ну и вот я хотела рассказать о том сервисе который мы придумали с коллегами после того как провели такой очень серьезный анализ отечественных зарубежных сервисов и мы придумали портал это бесплатная опция для всех студентов для преподавателей это портал 4portfolio.ru и вы там можете ввести портфолио и свое ваши педагоги то могут зарегистрировать самое главное что они могут вам написать комментарии и отзывы о том что вы сделали и здесь же можно дистанционно обучаться общаться и сразу же складывать результаты вашей деятельности вот что впечатляет работодателям как я вам говорил работодатели три типа до существует которым звезды звезды работодатели родители и работодатели просто такие проходные сегодня один завтра 2 они вообще не держатся за людей но зато выбирают таких общительных креативных и это на самом деле такая работа ну можно и так выражусь для поддержания штанов что называется устроился а потом всегда человек думает так как аренды роста профессиональные куда мне дальше идти и вот здесь уже когда вы пошли на какую-то более серьезную работу здесь требуется и ваши знания безусловно профессиональные и ваши со скилз ваши мягкие навыки и вот когда мы столкнулись с этими мягкими навыками я как раз мы учились в сколково учились во фри и собственно говоря я начала обращаться к своим коллегам таким очень известным психологом которые как раз занимаются изучением soft skills в том числе от высшей школе экономики есть несколько коллег которые разрабатывают диагностику скиллов ну и в общем сколько бы мы там не искали более менее приличные на самом деле нам не удалось найти хорошую диагностику за исключением диагностики которую сделали зарубежные коллеги и коллеги из южно-федерального университета в итоге мы сделали специальную программу для диагностики soft skills для того чтобы человек во первых сам понял на каком уровне он находится потому что ну нам самим тяжело согласитесь понять вот есть у меня лидерские качества или нет но я допустим буду знаю о своих лидерских качествах потому что много лет руководил там и кафедры и так далее на человек который только выходит в жизнь он думает а вдруг у них нет вдруг они где-то вот живут во мне там внутри и никак не выпрыгнут вот как это понять а эмоциональный интеллект креативность умение мыслить нестандартно умение решать комплекс проблем и так далее и так далее вы же сами не знаете есть у вас они или нет поэтому мы сделали диагностику она тоже бесплатная абсолютно мы под нашли коллег и сейчас вот у нас такая так скажем такой коллектив группа ученых собралась мы сейчас анализируем все то что мы сделали те результаты постов скилз которые мы получили и на самом деле это очень интересно и мы показываем работодателям так вот работодатели сказали что нас больше интересует со скилз чем hard skills вот если мы видим что человека вот эти личностные навыки на очень высоком уровне мы его возьмем быстрее чем отличника с красным дипломом пожалуйста обратите на это внимание да отличником тоже замечательно быть но если человек абсолютно не обладает я не знаю там клиентоориентированностью эмоциональным интеллектом умением работать в команде умением адаптироваться к требованиям работодателя и так далее так далее если у него нет этих навыков то собственно говоря зачем работодателю эти пятерки поэтому мы предлагаем пройти диагностику посмотреть чего не хватает и работать в этом направлении мало того сейчас вот у нас как раз идет очень интересная работа с издательством albino publisher они собственно говоря увидели нашу диагностику и сказали можно мы тоже у себя на сайте сделаем такую диагностику конечно делайте кто же против вот мы сейчас с ними но мы немножко другие делаем для них вопросы чтобы немного отличались и они будут предлагать свои какие-то пособия книги свои издания которые помогают развивать или иные скиллы часть из этих пособий будут размещены у нас на портале бесплатно в открытом доступе такие у нас условия договора мы говорим хорошо мы для вас сделаем мы продублируем те наработки которые мы сделали но вы пожалуйста помогите нашим студентам которые ведут портфолио на портале сейчас это порядка 130 тысяч студентов на портале и конечно этим студентам безусловно нужна помощь для того чтобы правильно представить себя работодателю ну и на портале можно зарегистрироваться всем желающим в качестве пользователя в качестве образовательной организации и сейчас у нас идет тестирование новой опции работодатели то есть на портале появится работодатели они будут не только размещать объявления они будут искать себе сотрудников по специальной анкете в которой собирать вы будете лично своими руками самые наглядные самые качественные страницы портфолио может быть вы на все свое дадите портфолио но согласитесь что если у вас условно говоря 200 страниц портфолио то работодатель навряд ли будет читать так скажем полностью все ваше портфолио поэтому там надо сконцентрироваться на важном и там будет диагностика soft skills поэтому лучше пройти сейчас потренироваться и день быть через полгода еще раз пройти диагностику soft skills для того чтобы представить себя в лучшем виде да и работодатели будет возможность выбирать скиллы ну допустим клиентоориентированность интересует это работодатель или нет но допустим он пишет высокий уровень средний уровень не интересует ну допустим он берет айтишника зачем мы это клиентоориентированность для него совершенно другие качества важны умение работать в команде допустим да а вы откуда вы знаете сможете вы работать команде или нет пройдите эту диагностику посмотрите чего у вас не хватает поработайте над этим и так на студенты вот что важно представить свои успехи и достижения грамотно красиво качественно текст фото видео инфографика так чтобы человек открыл работодатель или очар видеть что не просто там на белом фоне какой-то непонятный текст а человек действительно старался рассказывала себе собирал вот тут отзывы вот тут рецензии на его работу конечно мы всем рекомендуем проходить диагностику soft skills двух точек зрения для себя любимого и конечно для работодателя там же есть подробные пояснения рекомендации сейчас мы работаем с еще с одним порталом который занимается как раз формированием soft skills можно будет мы будем размещать везде рекомендации на их портал как партнеры там еще несколько порталов есть мы будем вам рекомендовать чтобы здесь есть маленький курс там на неделе тут на месяц там на 3 допустим да пройдите этот курс подтяните этот скилл вам нужно будет заполнить онлайн анкету для поиска работы там как я сказал ссылки на портфолио с рекомендациями преподаватели с отзывами ну и конечно есть возможность изучать объявления работодателей и подавать им заявки открывать им свою свою такую анкету и так сама презентация коллекция работ форма непрерывной оценки самооценки сервис для получения помощи консультации подсказки от педагогов личное постоянное присутствие в интернет и онлайн взаимодействует с друзьями работодателями коллегами с теми кто от кого вы можете получить какую-то полезную информацию для себя любимого и для своей будущей работы и так если подключается ваш образовательная организация томе придается управление поддержка полностью это решение там буквально за час подключается портал на котором можно обучаться и конечно портал для трудоустройства поэтому образовательной организации у нас сейчас около 200 но это вузы и техникумы в основном есть школы дальше то что касается работодателей и и чар агентств это мы будем настаивать на том чтобы они предлагали вам стажировки практики чтобы они организовывали виртуальные кафедры на портале есть там такая опция искали вас ваши работы подтвержденные навыки диагностику soft skills ну конечно чтобы они экономили время как я вам уже сказала 100 анкет просмотреть это задача не для слабонервных поэтому старайтесь сделать так чтобы вас заметили ну и о чем надо рассказывать есть там главная страница рекомендуется небольшой эссе такой ваша жизненная рабочая позиция ну конечно самые самые интересные ссылки потому что если вы еще раз повторюсь 100 ссылок сделайте не каждая птица и работодатель долетит до середины днепра и конечно не нужно злоупотреблять его времени мы рекомендуем разбить на четыре зоны личное портфолио это то портфолио которое так скажем доступно вам и членам семьи скорее всего он там вязание кочки собачки достижения во всех областях деятельности подробные с фото видео анимация презентации документы жесткого документа в образовании пожалуйста документы благодарности пожалуйста отзывы отдельно вот пожалуйста вам отзывы работодатель получить вот я их всех собрал в одном в одной зоне и вам их удобно с ними ознакомиться как это выглядит в жизни да такая страничка вот главная страница у вас будет панель управления который вы можете менять там свои всем данные координаты материалы для портфолио такое облако закрытое и потом эти материалы можно выставлять нам в портфолио ну либо сразу собирать все материалы в портфолио выглядит вот примерно так страничка это самая обычная страница вы можете там ее заполните у нас одна учительница была училась на курсов повышение квалификации мне любимый цвет такой зеленка зеленый и она свою портфолио все залила таким зеленым цветом и еще таким мигающими нас пришла новый менеджер она говорит слава валерьевна запретите людям зеленым цветом я говорю она зеленым вам не нравится а другой скажет вот это тот человек которого я искал все зеленое и они найдут друг друга понимаете поэтому то что не нравится вам не значит что не нравится кому то еще поэтому мы безусловно ничего не сказали это учительницы и наоборот мы сказали молодец очень креативно выглядит хотя я допустим тоже небольшой любитель мигающего зеленого значит в портфолио можно собирать разделы а можно собирать страницы но здесь вы видите по разделам в разделе одна страница там портфолио достижения 12 страниц содержит и общение это полный комплект социальных сервисов ну то есть социальная сеть там сообщества можно написать друг другу какие-то письма найти организацию можно даже найти открытые страницы портфолио и даже ужас скопировать их но после того как вы скопируете автором останется другой человек то есть нельзя скопировать и автором будете вы вот это очень удобно когда вы допустим делаете группы какое-то задание вы копируете и там может быть общее так один сделал а все остальные у себя разместили эту страницу это очень удобно и так то что я говорила портфолио достижений документов отзывов личная soft skills диагностика ну и здесь вот я примерно то о чем можно так скажем говорить то что можно собрать кстати все методические рекомендации есть на портале мы результаты нашего гранта выложили там есть пособие для студентов заходите открывайте и скачивайте и так образование скан копии удостоверение сертификаты успеваемость конечно по ключевым самым важным предметом если писали замечательно интересные рефераты выступали с докладами важные профессионально важные контрольные курсовые дипломные работы олимпиады конкурсы конечно если сейчас многие защищают дипломы в виде стартапов пожалуйста об этом как можно более подробно еще хочется подчеркнуть что размещается текст видео ссылки всевозможные то есть старайтесь делать компактно но очень наглядно сжато и очень понятно ну и внеучебная деятельность общественная деятельность благотворительные спортивные творческие вот здесь как получить отзывы значит каждая страница в портфолио нот на 4 портфолио у нас она позволяет писать отзывы поэтому пожалуйста пришлитесь откройте эту страницу все страницы изначально закрыты вы открываете эту страницу или секретную ссылку можно прислать вашему преподавателям преподаватель пишет отзыв прямо здесь об этой работе там внизу есть отзывы можно писать и я когда работал со своими студентами мы их пыталась как-то научить и делать портфолио и мы делали контрольные работы на портале и затем я говорил так каждый должен написать я сейчас не помню 5 или 7 отзывов на другие работы ну сами понимаете как студенты пишут отзывы отзыв 1 вася молодец я читаю говорю нет это не зачет вас не молодец давайте почему пасе молодец что у него получилось на чем ему бы вы посоветовали работать дальше кстати отзывы это очень тонкая материя очень почему потому что то что вы размещаете в портфолио это то что вы сделали сами и это ваше творчество в очень болезненно относитесь если кто-то скажет там фу какая там картинка на зеленом фоне мне вот больше нравится голубой а мне там фиолетовый вот так нельзя писать и я своим студентам объясняла что вы старались вы делали пожалуйста напишите без не не это значит там ты не сделал ты не выполню тебя не получилось вот не не должно быть в отзывах в отзывах должно быть написано что получилось это первая часть и вторая на чем бы еще можно было поработать нужно писать не так что ты не рассмотрел работу там вася петрова нужно написать рекомендую тебе ознакомиться с работами вася петрова понимаете разница до стакан наполовину пост на половину пола и вот здесь как раз когда вы договариваетесь с отзывами вы все-таки постарайтесь с людьми переговорить о том что такие отзывы пишутся в корректной манере они просто там нравится не нравится молодец или не молодец в чем молодец что особенно получилось и мне безумно понравилось как работали студенты когда они это все выкладывают и видят друг друга друг друга оценивают первый там сделал страницу текст выделил там систематизировал 2 посмотрел поставил картинки третье посмотрел ничего себе картинки текст таблицы вставил 4 смотрит у этого картинки у этого таблицы вставил рисунки еще какие-то там графику инфографику последний уже посмотрел на них на всех и вставил видео и у меня просто видела что с каждой работы получается все лучше и лучше и лучше такое портфолио и на самом деле это конечно меня лично очень радовало потому что я видел что ребята это действительно интересно им интересно и действительно получается качественные странички потерял об олимпиадах конкурсах которых можно поучаствовать дополнить но материалы о конкурсах для студентов вот кстати хороший вопрос никогда даже особо не задумался у меня есть несколько сообществ контакте в фейсбуке и там мы собственно говоря размещаем регулярно какие-то конкурсы для студентов но вот ваше на самом деле очень хороший вопрос я обязательно кстати говоря наверное надо сделать такую опцию спасибо мы сами там несколько лет проводили конкурс портфолио но это конечно так скажу история ну там студенты платят платильки там 100 рублей по моему это собирать экспертный совет выяснять я собирать круглые столы высылать сертификаты мы раньше бумажные высылали это конечно ужас был вот сейчас мы не проводим я надеюсь когда-нибудь это организуем но на самом деле очень долго и так скажем прямо достаточно муторно это делать но насчет конкурсов и олимпиад спасибо за подсказку я думаю мы сделаем такую опцию это действительно важно спасибо и так что еще можно вставить я не стал переводить и вот эти все вещи они как понятно да виртуальная классная комната где как вы работаете час в онлайн как вы проходили онлайн тесты какие там эффективные работы сделаны как проходили онлайн обучение какие курсы закончили как вы учились в веб ваши блоги если есть электронные учебники онлайн поддержка друзей коллег и ваша инфографика симуляторы робототехника общем все то что вы делали все то что получилось такое необычное и привлекающее внимание может быть вам это кажется ерунда сделали какого-то там робота кривого косого ходит не прямо в бок но вы сделали этого робота покажите его заснимите на видео разместите ну и конечно не стоит забывать о наших цифровых следах я уже говорила о том что многие люди ну как бы как берегите с молоду да так и береги цифровой след с молода если у вас есть социальных сетях какие такие увеселительные картинки я вам рекомендую их удалить навряд ли кто-то будет искать там удаленные картинки вашем аккаунте все таки постарайтесь сделать аккаунты свои серьезные в социальных сетях и показать что вы человек стоящий человек который чему-то стремится у вас там есть объявление как раз вот о конкурсах там об олимпиадах какие-то ссылки на необычные книги или мероприятия покажите что вы серьезный человек что вы хотите что-то сделать лучше работодатель на это очень серьезно откликается ну и пожалуйста систематизируйте всю информацию документах отзывах и в личном портфолио в отзывах пожалуйста отзывы об уровне выполненных работ проектов рецензии благодарственные письма рекомендательные письма особенно после практики или стажировки собирайте рекомендательные письма ну вот так выглядит анкета которую видит работодатель то есть вы об вы заходите вы ее заполняете где вы учитесь какое образование получили ну все как обычно там желаемая зарплата опыт работы а вот это же такая оранжевая апельсиновая креативная диаграмма soft skills здесь как раз после диагностики умение решать проблемы критическое мышление креативность умение управлять людьми работа в команде эмоциональный интеллект то есть насколько вы видите до состояние другого человека суждение принятия решений клиента ориентированность умение вести переговоры с другими когнитивная гибкость то есть как вы быстро перестраиваетесь да и эффективный поиск работы вот вы можете сейчас все это пройти и получить все данные и подумать где у вас есть проблемы и как их исправить затем вот эту именно анкету у вас есть возможность сохранить в pdf и собственно говоря прикрепите на хендхантере на работе ru ссылки на ваше портфолио здесь написано мое портфолио это гипер ссылка там несколько можно таких вставлять она остается и здесь сформированы здесь портфолио здесь вас может найти работодатель но не останавливайтесь на достигнутом эту анкету размещайте на других сайтах для поиска работы и так завершая нашу с вами замечательную встречу я хотела бы еще еще раз напомнить что при формировании портфолио необходимо обратить внимание на ваши успехи и достижения ориентироваться на запросы работодателя изучить работодателя состоять его психологический портрет выбрать портал платформу на который можно разместить свою портфолио и представить его определиться с форматом представления данных может быть цветовой гаммой продумать план своего продвижения где что как делать и прям составьте дорожную карту самореклама систематизация получения отзывов распишите все это это в голове поможет выстроить все правильно это ваша судьба это ваша работа ну и конечно разработать план продвижения себя своего бренда в оффлайн на семинарах на встречах на каких-то конференциях конгрессах и так далее вот это то основное о чем я хотела бы вам рассказать и подчеркнуть что результатом станет введение такого портфолио самопродвижение использование социальных сетей и сервисов ваш такой позитивный профессиональный образ возможность выбора своего пути развития возможность поиска единомышленников работодателей это профессиональное и личностное развитие умение найти белые пятна проблемные зоны у самих себя это конечно возможность найти работу для своей мечты ну вот это коротко о преимуществах цифрового портфолио для студентов которые хотели бы найти ту работу которую они действительно заслуживают я всех благодарю за внимание здесь есть мой адрес айди на лидер айди у нас там сейчас несколько проектов мы участвуем и в нт и сейчас там много всего нового начинают оси развивать можно меня там найти по qr-коду и собственно говоря мой адрес если у вас есть вопросы пожалуйста пишите я всех благодарю за внимание и готова ответить сейчас на ваши вопросы пожалуйста спасибо галина спасибо и так уважаемые студенты у меня к вам тогда вопрос прояснилась ли у вас ситуация с портфолио и захотелось ли вам сделать такое портфолио которое действительно привлекло бы работодателей да спасибо ну со своей стороны я конечно буду очень благодарна если вы будете использовать наш портал еще раз подчеркну это бесплатная опция мы будем очень рады если вы будете рассказывать своим друзьям студентам которые тоже будут вести свое креативное портфолио для поиска работы и со своей стороны конечно мы будем помогать вам всем чем можно и сейчас готовится онлайн курс по ведению портфолио так у более подробно с описаниями и сейчас будет полное обновление портала такой мы тоже уже придумали новый креативный дизайн и я так думаю где-то в течение месяца двух мы еще и новый дизайн сделаем помимо новых опций да спасибо большое так понятно хорошо спасибо екатерина ну что всем успехов здоровья берегите себя и не стесняйтесь рассказывать о своих самых главных успехах достижениях помните что у вас есть потенциал о котором вы еще сами не знаете но постарайтесь узнать о нем сами и рассказать окружающим всего вам доброго до свидания